всем привет ребят к нам сегодня приехала на диагностику и походу на прошивку такая машина интересная красивая фермер дабл кабина но машина с непростой историю данный автомобиль прошивали четыре раза блок управления вообще человек приехал к нам с проблемой то что машина не едет первый раз ты поехал прошиваться для чего ну и гаэр убрать игр ала и прогулку а машину машину у тебя уже когда были какие-то предпосылки что она не ехала метана нового заводская новая новая машина и ты поехал сразу прошло это куда поехал прошло москвой ну многие знают есть такой сервис и почему тебе первая прошивка не понравилась расход пустая 15 литров грамм и город развоз это вообще там заоблачно то есть это по трассе 15 по трассе 15 литров так вот что произошло дальше ты решил опять поменять прошивку другом месте да да я поменял в пензе прошился вот что-то все криво косо никто не пойми как заводится то что-то ну не но не та машина но заводка это вряд ли что-то связано вот какие то что не тоже тоже что-то не нравится это не то да вот как динамики что ли нет ну ли там машин так то есть потом после этого а вы делали диагностику перед прошивкой я никто никто ничего и третий раз тоже никто ничего нет третий раз было в питере тоже разрекламированная контора даже машина прошитая почему-то не и четвертый раз где это получается третий раз питере четвертый раз четвертый раз в москве в москве во первых мы сейчас поставим реально прошивка который работает машина валит на который и после этого мы будем сейчас искать какие-то недостатки у нас турбонаддув у нас что-то или с топливкой или дырявый там пайпинг или интеркулер будем сейчас разбираться реально с машины в процессе работы с автомобилем выяснилось несколько моментов системе впуска стоял не оригинальный китайский какой-то датчик но не им хотя должна стоять датчиковая аппаратура continental а также при визуальном осмотре была обнаружена не оригинальная поддельная турбина халсет которую выдало отсутствие надписи на горячей части халсет а также актуатор был на ней прикручен на болтах что не должно быть мы приехали в компанию астромоторс для того чтобы приобрести турбину на наш каменс сейчас нам денис поможет разобраться в этих запчастях привет друзья меня зовут денис шевцов я являюсь владельцем интернет-магазина astro motors.com и сегодня я расскажу вам как отличить оригинальную турбину на двигатель камен с айсф 2.8 от подделки сейчас у нас есть замечательная возможность сравнить чем отличается оригинал от китайской копии у этой турбины есть небольшая предыстория к нам приезжал клиент на диагностику мы искали почему у него машина не едет не развивает должную мощность номинальную мы подключили диагностическое оборудование и увидели что этот турбин турбина нагнетает всего лишь 130 килопаскаль когда должна она в стоке дуть 150 килопаскаль наглядно сравним оригинальную турбину с китайской копией и посмотрим чем они отличаются и что необходимо знать когда вы приобретаете такую турбину первое на что необходимо обратить внимание при покупке турбокомпрессора это актуатор на оригинальном турбокомпрессоре актуатор и кронштейна представляют собой единое целое если мы посмотрим на копию то мы увидим что актуатор здесь прикручен кронштейну двумя вот такими болтами а на оригинале вот вы видите что актуатор приварен контактной сваркой и является единым целым следующее на что необходимо обратить свое внимание это холодная часть турбины и качество отливки надписей каменс и холсет на оригинальном турбокомпрессоре у нас обязательно должно присутствовать такое литье каменс и холсет и оно обязательно должно быть очень четким и качественным на копиях такое литье либо отсутствует вовсе либо она сделана некачественно и эта надпись будет скорее всего размыта конкретно на этой копии у нас вовсе отсутствует литье каменс и литье холсет но сделано не так качественно как на оригинале следующее на что необходимо обратить внимание это на печать контроля качества и на оригинальных турбинах он обязательно присутствует также необходимо обратить внимание вот на эту часть здесь у нас присутствует гравировка здесь выгравирован артикул на подделке такая гравировка отсутствует и следующее на что необходимо обратить внимание это на горячую часть турбины и вот в этой части должен быть выгравирован код который отсутствует на подделке еще одним отличительным признаком оригинального турбокомпрессора является наличие вот такого литья холсет на горячей части на самом деле такое литье вы можете встретить и на подделках но необходимо обратить внимание именно на качество вот этой надписи и на шрифт вот так он выглядит на оригинале на копии как мы видим такое литье отсутствует вовсе также нам необходимо посмотреть на горячую часть турбины на место крепления трубки слива масла и на оригинальном турбокомпрессоре в этом месте присутствует литье холсет на копии как мы видим такое литье отсутствует и еще я рекомендую вам обратить внимание вот на эту гайку на оригинале мы видим многогранник выглядит он вот так. И на Котпи здесь обычный шестигранник и выглядит он вот так. Турбокомпрессоры на двигателе ISF 2.8 производят два завода. Один из них находится в Китае и второй в Англии. И конкретно в Astra Motors продаются турбокомпрессоры, произведенные в Англии. И на самом деле отличие с китайским турбокомпрессором заключается только в том, что у этих турбин разные шильдики. На английских турбинах вот такой синенький шильдик, на китайских турбинах шильдик, ну, практически такой же, как вот на этой копии. В остальном отличий нет. И если вы приобретаете оригинальную китайскую турбину, то, в принципе, она ничем не будет отличаться от оригинальной английской турбины. И сегодня вы можете найти на рынке очень много интересных предложений. Стоимость турбин в интернете начинается от 15 тысяч рублей. Но, скорее всего, вы купите за эти деньги вот такую копию. А если вы хотите купить оригинал, то вы можете обращаться в Astra Motors. У нас такая турбина стоит 24 тысяча 900 рублей. И мы даем на нее гарантию 1 год без ограничений по пробегу. Спасибо большое Денису, что рассказал нам про турбины. Я уверен, что очень многим людям поможет эта информация. Купить оригинальную турбину, чтобы она ходила заявленные 500 тысяч километров. А мы поедем устанавливать уже на наши автомобили. Именно из-за того, что люди не разбираются в запчастях и пытаются сэкономить, появляются вот эти мифы о ненадежности Каминса. Вот эти люди, которые свапнули свой двигатель Каминс на Toyota Motor. Я наблюдал, мне попадали в руки лично. У нас там стоит пару двигателей. Люди пытались капиталить пластилиновыми запчастями. Они ставили неоригинальные турбокомпрессоры. Можно пойти сейчас посмотреть. Там картридж просто внутри турбина вот так вот болтается. Пластилиновые вкладыши они устанавливали. То есть они откапиталили. Десять тысяч проехали. Он у них опять помер. И они сказали, что Каминс говно. Я буду ставить Toyota. Нет, это не так. Если мы пользуемся и умеем понимать, отличать оригинал от подделки, Каминс будет ходить долго и проблем с ним не будет. Просто нужно понимать некоторые тонкости эксплуатации и разбираться немного в запчастях. Приложить немного усилий. Ну и конечно же быть подписанным на наш канал. В общем в следующих сериях я расскажу как правильно установить турбину, чтобы она в первый же запуск у вас не померла. Также я вам расскажу про дым из выхлопной трубы. Сизый, белый. При запуске почему он пропадает. Про черный дым, про большой расход топлива. В общем это все ждет вас в следующих роликах. Я пошел готовить выпуск, потому что многие очень сильно ждут этих роликов. Всем пока!